Всем привет! Продолжаем изучать скульпту из Альфа-6 и ее возможности. Сегодня расскажу, что такое масштаб, перемещение и так далее. Поехали! На фоне, на примере вот этой модели гориллы давайте изучим полностью возможности вот этих двух кнопок это ротация и скейл. Начнем с ротации, вот вот такая кнопка. Что она делает? Вот допустим вам нужно повернуть мышцы. Вы наводите на мышцу и крутите ее до конца, ничего пока не происходит, потому что у нас не включена кнопка Global. Вот когда мы включаем, вот появляется у нас уже рабочая зона пера. И вот мы можем теперь крутить модель как хотим. Вот допустим вот так мы можем крутить. Вот так она у нас теперь будет. Крутится теперь для работы она по-другому. еще можно и вот так вот крутить. Со спины можно попробовать. Вот так и вот как вам удобно ставить ее, работаете с ней. Отключаете кнопку Global и тут уже интереснее пойдет. Допустим вот у нас задняя часть и мы хотим перекрутить ногу. Сейчас я вам покажу как это делается. вот крутится нога влево-вправо. Можно крутить любую деталь от колена. сейчас первым поменьше поставим. Вот идет выкрутка модели в нужную вам сторону. Закручиваете, выкручиваете как надо вам. Вот допустим с головой вот эту часть попробуем покрутить мышцы. Вот чуть-чуть мы выкрутку делаем. Поднимаем плечо допустим. И это плечо можно поднять. Вот так вот. Чуть-чуть выкрутить лицо, морду. вот так это будет выглядеть. Включаем кнопку Global и получается у нас полностью крутится вся модель. вот так как хотим и крутим. Как нам удобно для работы. Можно конечно это все делать мышкой. Кому как удобно. Я уже объяснял, что нажав пробел, у нас получается такая рабочая зона и можно работать кнопками. не прибегая к мышки, не передвигать полоски. Все кнопки работают. Вот эти все что есть. Работает от кнопок клавиатуры. для кого-то удобно для кого-то нет. Для меня лично нет. Я привык мышкой работать. Вот такая функция кнопки ротации. можно мышцы выкручивать. Поправлять куда вам надо. Вниз, вверх допустим. подкручивать. Потом подправлять уже в процессе работы как надо. Потом можно это дело исправить. Повести как вам надо. Переключившись на другие перья, на другие возможности программы. Уменьшить. Подтянуть. Словом пользуйтесь. Может кому понравится эта функция. Я ей не работаю в основном. Давайте перейдем теперь к масштабированию. Эта функция интересней. Что такое кнопка масштаб. Допустим. Допустим нам нужно увеличить глаз. Мы наводим перо. И у нас увеличивается вся модель. Приближается. Удаляется. Вот так она. Делать без разницы куда вы поведете мышку. Будет она увеличиваться. На вас. От вас. Только в таком порядке. Потом если вы поставите другим боком. Будет точно так же она увеличиваться. Уменьшаться. Не зависит. Как вы ее будете вести. Мышку. Вот. Вперед. Назад. Она будет по прямой. По одной и той же траектории увеличиваться. Так. Посмотрим теперь. Другие возможности. масштабирования. Допустим мы отключаем глобал кнопку. Это вот это вот глобал. И можно делать вот такие вещи. уменьшать глаз. Увеличивать. Аж вот так вот можно глаз увеличить. Так же можно увеличивать челюсть. Уменьшать. Увеличивать челюсть. Прибавлять. Объем добавлять. Но это не получится. Если допустим. У вас. Убирается кнопка. Вот это x, y, z ося. И получается. Смотрите что у вас будет. Ее начинает сжимать. Начинает ее вытягивать вдоль. Вот так это все выглядит. Изломы идут. Для мелких деталей это пойдет. Только так. Как вот вы поставите. Куда тянете. Туда она и будет тянуться. Только по прямой. Внутрь. Вглубь. От себя не получится. Только вот как экран. От одного края экрана в другой. Вниз не получится вести. Ее просто говоря. Начинает ломать. Вот такая фишка получается. Вставите x, y, z ося. И все по другому. Уменьшается внутрь. Прибавляется равномерно. Придается объем. Для бюстов. Для моделей животных. Это очень хорошая штука. Чтобы не накладывать массу. Допустим. Можно прибавить. Объем. Накладывая. Просто массу. Это делается вот так. Это очень. Возможно. Долго будет. Не так будет получаться. Как уже было сделано. Модель. Допустим. А эта кнопка. Вам. Позволяет. Просто. Прибавить. Прибавить. Объем. Не. Портя. Рельеф. Проработку. Мышц. Которые. Возможно. Уже сделали. В бюстах. Прибавить. Можно. Давайте. На. Примере. Бюста. Посмотрим. что она может делать. Давайте. Откроем. Наверное. Вин дизеля. Давайте. вот такая модель у нас вин дизель вот теперь попробуем на его примере прибавить допустим объем глаз вот мы тянем влево и он увеличивается ничего он не портит модель не ломает просто прибавляет объем вот теперь вот такие у него глаза блатнячие также можно поступить с носом с губами с ушами уменьшить увеличить вот вы ставите так и тяните в бок вот можно сделать ему такие уши громадные вот вот так вот щеки прибавить вот такие щеки получаются и вытянуть допустим челюсть прибавляете так перо объем уменьшаете принципе можно делать шаржи карикатуры хорошая функция пользуйтесь изучаете если вы отключите я уже объяснял xyz направление можете тянуть просто модель внутрь или наружу растягивая шею допустим сильно не тяните чтобы не было ломки модели полигоны чтоб не рвались потом модель будет битая может вылетать и так далее вот такой шарж у нас получился можно его потом подкорректировать уменьшив допустим уши сделать их очень маленькими одно будет большим другой будет маленькая вот такой прикольный товарищ у нас получился словом пользуйтесь тренируйтесь передвижение если включена кнопка global не забывайте только вперед и назад по траектории влево вправо не получится его повести только вот на себя и от себя будет движение если кому помог ставьте класс хотя бы буду знать понравилось видео или нет следующий раз расскажу что такое ретопология рендеринг язык сломаешь в принципе он не нужен для моделирования для начала нужно определиться для чего вам 3d моделирование если просто для тренировки для совершенствования ваших навыков в скульптуре то в принципе вам достаточно будет одной программы скульптрис если нет то вам придется совместно с этим изучить the brush 3d max очень много там других функций возможностей сделать модель более лучше более качественней все всем до свидания я да не вот